Так, это Луна, 15 октября 2021 год, Харьков, 18-20 по Киеву в Харькове. То, что Луна, это очевидно, а вот всё остальное, это нужны только мне данные. Так, ИСО-125, вот ещё одна цифер, которая интересует меня наверняка больше, чем... Кого бы то ни было. Наверное, вот так. Очевидная, конечно, дымка, но... Совсем не такая лютая, как вчера. И на плоде тянет. Ну, птичка пролетела, Аполлония. Видно же было, да? Ну, скорее, это, конечно, летучая мышь уже. Да, ну, когда в атмосфере Земли пролетает вот такой пернатый или кожан с кожаными крыльями, изучая мышь, получается эффект. Ну, вот этот кратер 100 километров в диаметре. Ещё один летом. Можно себе представить, какого габарита это летающее создание должно быть, если бы оно действительно летело на фоне Луны. А возле Луны. Да, ты посмотри, что творится. У нас просто урок орнитологии. НЛО. Неопознанный летающий объект, в том смысле, неопознан, как птица или летучая мышь. Ну, уже довольно поздно. Так что я делаю ставку на летучую мышь, но там уже можно будет на стоп-кадрах порассматривать подробнее. Я, по-моему, очень увлёкся Луной, а у нас тут Венера прячется. И скоро спрячется со всем. О, а вон, знакомый кратер с глазёнками. Надо хоть название их повоучивать. Или хотя бы разузнать. Хорошо, поехали. Посмотрим на Венеру, потому как она садится, а всё остальное у нас поднимается. Как-то вон у нас Юпитер. Как раз над Луной. Видно? Думаю, даже на такой настройке светочувствительности видно. Очень, конечно, всё затемнённое. Ощущение, что я снимаю ночью, оно нет. Посмотрите предыдущий дубль. Всё гораздо светлее. Это просто искусственное, занижая. Количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата. Фотоаппарат не Гангл Пикс-Пи 1000, я, кстати, вот ещё часто спрашиваю. Что-то за телескоп. Так вот этот телескоп называется фотоаппарат. Никон Колпикс-Пи 1000. А телескопа у меня никогда не было. Оно даже так пересвечено. Ничего, в общем. Венера. Ну, она как раз садится. Сейчас будет по диагонали в ней спускаться. Ну, фаза видна. Да. Слушай, я сейчас уменьшу выдержку. Ещё темнее сделаю. Чтобы долька эта. Ну, ты представляешь, вот это вот колебание, это в потоках воздуха так играет. Ну, то есть колебания земной атмосферы так аберрации нам тут добавляют. Ужасно. В предыдущем дубле ИСО было 800 и там, казалось бы, не так чётко, хуже чёткость должна быть. Вот, видимо, за счёт того, что в предыдущем дубле Венера ещё была повыше. Не через такие плотные слои земной атмосферы мы на неё смотрели. Она даже как-то почётче видна была. Так, 116 миллионов километров. Да. Венера. А мы пока слетаем на Сатурн. Один миллиард четыреста сорок два миллиона километров. Так что... Припасами запастись стоит. Если вы собираетесь приземляться на газовом гиганте, хотя на нём, конечно, приземляться невозможно, пригазятся. Земли-то там нет. Один газ. Так, всё, ничего не трогаю. Искушение поиграться с резкостью. Подавляю себя. Погода так давно нас не баловала с собой. Хороший. Что я рад и такой дымчатой. Атмосфере земной. Так, третий дубль, наверное, раз сниму. С... ИСО 6400. Пусть всё горит. Ну, зато будет видно... Наверное, и травинки. Так, это Юпитер 662, по-моему, миллиона километра. Сразу вижу экваториальные полосы. Просто замечательно вижу экваториальные полосы. Параллельно горизонту земному ползёт наш товарищ. Опять же, газовый гигант. Разве что двое ближе. В два с лишним раза более близкие к земле. Так, сейчас буду играться с резкостью. Всё. Ничего больше я не делаю. Справа Европа. Вам, наверное, не видно на экране. Ну, справа от Юпитера сейчас есть спутник Европы. Экваториальные полосы. Просто шикарно. Как на нотном стане там какие-то кракозябры. И слева Ио. Ганимеда, к сожалению, не видно. На него падает тень Юпитера. Юпитер сам по себе не светит. Освещать Ганимед не может. Боже, какая ёлки-палки красотень. Вот в августе было противостояние Юпитеру. Он был поближе. 600 с мелочью там. 609, что ли, миллионов километров. Ну да, онкалист есть. Но вам придётся поверить на острова. Но всё-таки погода была похуже. А сейчас я просто классно вижу экваториальные полосы. Как черепашка-ниндзя какой-то. На меня смотрит. Бандана, маска, ладушки. Поехали к Луне. Уже 10 минут дубля точно разобьёт на пару дубля нам. Закончим на Луне. У нас не будет время снять. Так, тут надо уменьшать выдержку, иначе никак. Всё, ребят, пожалуй, так. Очень быстро завершаем этот дубль и снимаем на 6400. 1832 по Киеву в Харькове. 15 октября 2021 год. Попробуют оторваться. Ёлки-моталки. Ну, чёткость, конечно, не идеальная. Что тут поделаешь? Ну, вот на кратере Платон. Вот он слева вполз. Платон не друг, но истина дороже. Истина в вине. Поэтому Платон вполз. Простим ему такие слабости. Платон вечноn. Платон неadhала. Но чёткость решит. Продолжение следует...